Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев, меня зовут Кирилл Сычев и я психиатр. Мы сегодня будем разбираться с темой синдрома дефицита внимания и гиперактивности и связи этого синдрома с синдромом зависимости от психоактивных веществ. Ну и на самом деле не только от веществ, а вообще с синдромом зависимости. Потому что тема эта крайне неоднозначная. Существует огромное количество вопросов, которые я слышу на различных собраниях психотерапевтов, психиатров. Многие вопросы остаются без ответов пока. Но мы сегодня постараемся разобраться с тем, что уже известно, какие мысли есть у научного сообщества по этому поводу. И также я постараюсь поделиться своим клиническим опытом, дабы сформулировать свое собственное мнение по поводу некоторых вопросов, касающихся зависимости и ее связи с синдромом дефицита внимания. По поводу того, что делать, в этом случае тоже постараемся разобраться. Ну и, как всегда, я надеюсь, что останутся какие-то вопросы на размышления, чтобы каждый из вас смог после этого видео не только понять, что вот есть так, так, так и так, а подумать о собственной жизни или о том, как вообще, в принципе, существует общество. Надеюсь, что будет интересно. Перед тем, как начнем, напоминаю, что у нас работает клиника, и там работают психологи, психотерапевты, психиатры. И вы можете записаться к ним на прием по ссылочке внизу под видео. В принципе, с большинством запросов наши психотерапевты работают, начиная от панических атак, заканчивая депрессиями, биполярными расстройствами. И даже с шизофренией, например, некоторые специалисты у нас принимают и могут оказывать и психиатрическую, и психотерапевтическую поддержку. Так что, если вы выбираете сейчас себе психотерапевта или ищете, например, второе мнение психиатра и находитесь где-нибудь, где не очень доступна психиатрическая помощь, записывайтесь. Все наши специалисты принимают онлайн. Внизу по ссылочке можете записаться. Также у нас есть социальные сети нашей клиники, которые вы тоже найдете внизу. Тоже подписывайтесь и оставайтесь с нами на связи. Теперь к теме. Начать я хотел бы с того, что синдром дефицита внимания и гиперактивности это проблема, в первую очередь, исполнительной функции нашего головного мозга. А исполнительная функция – это способность нашего мозга планировать какие-то действия и выполнять задачи. И вот у человека с синдромом дефицита внимания с этой исполнительной функцией могут быть некоторые проблемы. Какие? Во-первых, непосредственно с самой концентрацией, вниманием и памятью. Люди со СДВГ часто испытывают проблему с тем, чтобы сфокусироваться на какой-то одной задаче. Не то, чтобы они не могут сфокусироваться вообще, но их часто что-то отвлекает. Если есть какие-то внешние шумы, что-то гремит на улице, или есть какие-то дополнительные люди, то очень часто человеку со СДВГ сложно сосредоточиться. У него возникает ощущение внешнего шума, и как будто бы слишком много импульсов. На каждый из этих импульсов человек со СДВГ отвлекается, и на чем-то одном сфокусироваться не может. А еще исполнительная функция – это организация и планирование. С этим тоже у людей со СДВГ могут быть проблемы. Человек не может организовать свое рабочее место, или свой рабочий процесс, или по времени как-то не понимает, как ему сформулировать это все, то есть сколько времени понадобится на выполнение каждой задачи. Ну и сложно вообще предвосхищать те последствия, которые возникнут вследствие того, что человек что-то сделает или чего-то не сделает. Еще проблемы с рабочей памятью могут быть, то есть вот этой вот быстрой памятью, когда нужно что-то держать в голове прямо сейчас, на протяжении какого-то времени, и апеллировать этой информацией. И из-за этого человек со СДВГ часто с трудом справляется с какими-то скучными задачами, все вылетает из головы. А еще исполнительная функция – это самоконтроль и самодисциплина. И вот тут человек со СДВГ может совершать разные импульсивные поступки. Например, ему вдруг захотелось что-то купить, он увидел рекламу во время рабочей встречи, и ему нужно срочно зайти на сайт, срочно выбрать и срочно купить. А еще исполнительная функция – это мотивация. И часто человек со СДВГ достаточно сложно себя замотивировать, сложно начать заниматься решением какой-то задачи, и из-за этого начинается прокрастинация. Начинает выполнять задачи по дому, ему кажется, что что-то сейчас выполнить легче, и он начинает выполнять эту задачу, а основную, которую надо было выполнять, не выполняет. Мы с семьей сейчас много путешествуем, и из-за этого оказываемся в разных уголках мира достаточно внезапно. Естественно, как обладатели двух прекрасных детей постоянно сталкиваемся с тем, что они чем-то болеют. И чаще всего это какие-то вирусные инфекции, например, ротовирус, когда они где-то искупались в море или в бассейне, или это какие-то заболевания воспалительные, связанные с дыхательными путями, когда ребенок начинает сильно кашлять, взрослый начинает из-за этого сильно переживать. И в большинстве случаев, конечно, надо отдать должное, что ничего страшного не происходит. Плюс к этому у меня, конечно, есть друзья-педиатры, которые периодически меня успокаивают. Но проблема в том, что иногда болезнь случается внезапно, и мне не хочется тревожить моих друзей, потому что мне кажется, что я слишком ипохондрик относительно детей, да, иногда и своего здоровья. И вот находишься ты где-нибудь в неизведанной тебе стране, в отеле, гостинице или на пляже, и твой ребенок почему-то блюет, или слишком много и жидко какает. И тебе нужно срочно понять, что с этим делать. Нужно его как-то лечить, нужно подождать, или нужно срочно обратиться за очной консультацией. И вот для того, чтобы это все быстро понять, подойдет сервис на поправку. У на поправку есть большая постоянная команда врачей. Все эти врачи имеют хорошую компетенцию, чуткие, а также умеют хорошо общаться в сообщениях. Потому что мне кажется, это важно, чтобы диалог со специалистом строился уважительно и приятно. И даже в самых непонятных, деликатных ситуациях врачи смогут дать какой-то понятный и обоснованный ответ. Обоснованность – это вообще, я считаю, самое главное, что предлагает этот сервис. Они работают с доказательными специалистами, которые основывают свои мнения и вероятные назначения только на современных исследованиях, на современных рекомендациях. И если, например, проблема требует какого-то комплексного взаимодействия с врачами, вы сможете получить несколько консультаций, которые вам понадобятся. Например, терапевта, дерматолога, гинеколога. Консультации в чате, на мой взгляд, это достаточно удобно, потому что если вы едете куда-то в такси, вы можете это сделать. Если вы сидите, у вас есть 15-минутный перерыв на работе, вы можете это сделать. Вы можете это сделать в вечернее, в ночное время, когда вам заблагорассудится. Еще важно, что в подписке есть детские и взрослые специалисты, а с недавнего времени еще и ветеринарные врачи. Сейчас очень многие переезжают или путешествуют вместе со своими питомцами, и это может тоже быть очень хорошим вариантом взаимодействия с ветврачами. А также вы сможете оплатить валютой тех стран, в которых вы находитесь, что тоже очень удобно. По промокоду СычОВ24 будут действовать сразу две скидки. Первая, минус 20% на первый месяц обслуживания. А если вы решите оформить подписку на год, то минус 70%. Сервис на поправку, компетентные врачи в вашем кармане. Теперь я хотел бы пару слов сказать о том, как современная наука смотрит на формирование синдрома дефицита внимания и гиперактивности, что же за особенности такие у этих людей в головном мозгу, что все это происходит с нашей исполнительной функцией. И начать хочется, конечно, с анатомии, потому что даже анатомически некоторые части нашего головного мозга у людей с СДВГ немного отличаются. Например, это префронтальная кора. И объем префронтальной коры у людей с СДВГ может уменьшаться. А именно префронтальная кора в первую очередь отвечает за все эти исполнительные функции, за контроль импульсов и все, что я говорил выше. А вот за мотивацию и вознаграждение в большей степени отвечает стриатум или полосатое тело, которое находится у нас не снаружи мозга, а там в глубине. И эта структура тоже у людей с СДВГ выглядит немного иначе. И размеры, и функции стриатума могут несколько отличаться. А вот за гиперактивность, как считают ученые, в первую очередь отвечает мозжечок в данном случае. И его функции, его структура анатомическая тоже может отличаться немного. Из-за этого у людей с СДВГ иногда бывают сложности с координацией движения. Им сложно, например, заниматься некоторыми видами спорта. Или они часто врезаются во все вокруг. То, что касается биохимических особенностей, то в первую очередь, как мы с вами уже знаем по многим нашим предыдущим видео, роль играет дофамин. Это один из ключевых нейромедиаторов, который влияет на вознаграждение. И в основном функция дофамина, количество дофамина снижено в префронтальной коре как раз. Причем проблема с дофамином не только количественная, но и чувствительность рецепторов, на которые влияет дофамин, тоже может быть снижена. Собственно, из-за этого у человека не очень хорошо работают системы торможения. И внимание рассыпается на много-много всего. И человек не может сконцентрироваться на чем-то одном. Как раз формируется некоторый такой шум, который у человека без СДВГ подавляется префронтальной корой, подавляется нужным количеством дофамина. В случае с СДВГ не подавляется, и сложно сконцентрироваться, сфокусироваться на чем-то одном. Также некоторые исследования показывают, что и норадреналин, другой нейромедиатор, тоже может иметь определенную роль в формировании СДВГ, и тоже его концентрация может быть снижена, и его рецепторы могут не так активно реагировать на сам нейромедиатор, и это тоже, в свою очередь, влияет на функции внимания. Ну и серотонин тоже, скорее всего, некоторую роль играет. Он, в первую очередь, отвечает у нас за тревожность, за сон, чуть в меньшей мере за аппетит, и когда говорим о функции серотонина в случае СДВГ, то в первую очередь мы говорим про влияние на эмоциональную стабильность. Ну и вот как раз сон тоже достаточно часто может ухудшаться. У нас есть видео про это. Также стоит отметить, что и генетические, и экологические факторы, все это, конечно же, тоже влияет на развитие синдрома дефицита внимания. Точнее, все это влияет вкупе, и нельзя сказать, что какой-то один ключевой фактор влияет, и вот у человека формируется СДВГ. Нет, факторов много, поэтому все это нужно воспринимать как такую некоторую систему, которая имеет определенные нарушения, и из-за того, что множество этих нарушений есть, и генетика, физиология, анатомия, формируется определенное состояние, которое у каждого отдельного человека может отличаться от другого. Ну вот, друзья, мы и дошли до психоактивных веществ. Точнее, до синдрома зависимости от психоактивных веществ и связей этого состояния с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. И здесь есть небольшая статистика, которая показывает, что примерно половина людей, которые имеют синдром зависимости от каких-либо психоактивных веществ, имеют также диагноз СДВГ. Это в разных странах, конечно, выглядит по-разному, но в целом статистика 40-50% и встречается в достаточно большом количестве стран и не сильно отличается друг от друга. И обратная статистика тоже есть, что люди с СДВГ, у которых есть диагноз СДВГ, примерно в 20, а иногда и в большем количестве процентах случаев, страдают от синдрома зависимости от психоактивных веществ. То есть люди с СДВГ явно более склонны к тому, чтобы начинать какую-то наркотическую карьеру. Почему? Во-первых, генетически эти два состояния достаточно сходны и есть определенные генетические факторы, которые влияют на увеличение вероятности и синдрома дефицита внимания, и синдрома зависимости от психоактивных веществ. Как СДВГ, так и синдром зависимости связаны с дофаминергической системой. То есть синдром зависимости также формируется на фоне некоторой проблемной работы этих систем. Но здесь, конечно, это может быть описано и психологически, о чем мы сейчас поговорим, что люди с низким уровнем дофамина более склонны к тому, чтобы искать какие-то сильные ощущения, к тому, чтобы пробовать что-то новое. Вообще есть исследования по поводу типов личности людей с СДВГ и синдромом зависимости, и это такой импульсивный тип личности, и эти люди во многом похожи и пересекаются. И это достаточно логично, потому что если вы импульсивны, если вы склонны к тому, чтобы не сильно задумываться о том, к чему приведет определенные ваши действия, то, конечно же, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что хотите попробовать что-то новое, и не сильно задумываетесь о том, к чему это может привести. И, конечно, наркотики и алкоголь – это одно из такого нового. Есть исследования, что люди с СДВГ в среднем чаще раньше начинают прием алкоголя и наркотиков, курение сигарет, в общем, все на свете. И это, в свою очередь, коррелирует с увеличением вероятности синдрома зависимости уже во взрослом состоянии. Но есть еще один момент, который тоже, на мой взгляд, очень важен. Это наличие фрустрации, некоторых проблем с тревогой, с чувством вины, с сложностями вообще взаимодействия с социальными механизмами мира у людей с СДВГ, которые могут приводить, тут, наверное, в основном я могу опираться на некоторые статьи, но и на свой клинический опыт, которые могут приводить к тому, что человек пробует наркотики для того, чтобы хоть как-то заглушить эту эмоциональную боль. И когда он пробует наркотики, во многом наркотики, алкоголь становится неким самолечением, к которому человек обращается и получает в меньшей мере успокоение. А если это какие-то стимулирующие наркотики, то он может получать и улучшение внимательности и концентрации, хоть и ненадолго. Потому что я хочу напомнить, что первый ряд препаратов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности это стимулирующие препараты ряда амфетамина или, например, риталин. Это препараты, которые воздействуют на префронтальную кору. И если они в небольших дозировках принимаются, то на постоянной основе достаточно долго могут таким образом стимулировать эту нашу префронтальную кору, что человек чувствует гораздо лучше концентрацию, внимательность, меньшую гиперактивность. Но проблема в том, что когда человек пробует это в странах, где, например, эти препараты запрещены и покупает это как-то на черном рынке, там в Даркнете, то, конечно же, ни о каком лечении речи быть не может. И со временем, естественно, человек пробует больше и больше дозировки этого препарата, либо просто каких-то наркотических препаратов типа амфетамина. И на какое-то время человеку кажется, что действительно это помогает. И это действительно помогает. Концентрация становится лучше, внимательно становится лучше. Человек более усидчив. Но проблема в том, что через определенное время эти наркотики начинают действовать не только на префронтальную кору, но и на внутренние структуры, включая стриатум. Происходит чрезмерная активация дофаминовых путей в этом стриатуме, что приводит к противоположной реакции. И количество дофамина сильно падает. И чувствительность рецепторов к дофамину, это D2-рецепторы называются, тоже достаточно сильно падает. А еще стриатум участвует в формировании привычек и компульсивного поведения. И когда его функции нарушаются, то это может приводить к тому, что человек не может, наоборот, долго остановиться от приема наркотиков, потому что это становится неким таким компульсивным поведением, из которого достаточно сложно выйти. Ну и не стоит забывать про толерантность, которая формируется к любому наркотику, который принимается в больших дозировках. То есть со временем он просто перестает работать. Происходит потому, что наш головной мозг всегда хочет, чтобы все системы работали примерно в одном режиме, чтобы не было каких-то перекосов. Он хочет все привести к некому гомеостазу, чтобы все работало как раньше. И когда мы добавляем любое вещество, любой препарат, то мозг старается подавить его активность. То есть если обобщать, то человек с синдромом дефицита внимания часто из-за некой фрустрации, из-за сниженного внимания, концентрации, из-за тревоги повышенной, и также из-за собственной импульсивности начинает принимать какие-то наркотические препараты, которые на первом этапе помогают ему справиться со всеми этими симптомами, но постепенно происходят противоположные эффекты, и человеку становится хуже. И более того, симптомы синдрома дефицита внимания всегда усугубляются, ухудшаются. Здесь, конечно, сразу стоит сделать поправку на медицинское применение стимуляторов, которые запрещены в Российской Федерации, но во многих странах Европы и в США применяются достаточно активно. И вот здесь статистика по ним совершенно другая. Они назначаются часто детям, и есть статистика, по которой большинство детей, которые начинают прием этих стимуляторов в маленьких дозировках, которые не могут оказывать какого-то эйфоричного эффекта, а именно влияют только на концентрацию и внимательность, и в меньшей степени на гиперактивность. Собственно, их шансы на то, чтобы заболеть синдромом зависимости, наоборот, уменьшаются. И, скорее всего, это связано даже не с самими препаратами, а с тем, что человек может тогда учиться нормально в школе, может поступить в университет. И многие ученые говорят о том, что проблема людей со СДВГ, проблема того, почему они также начинают рано принимать наркотические препараты, в том, что они не могут попасть в нормальную среду. Люди в школе начинают их как-то стигматизировать, что у них не получается учиться, и человек чувствует, что он вроде бы как умный, но почему-то не может сконцентрироваться. И те люди, которые вроде как глупее, может быть, по IQ, чем этот человек, они учатся лучше, у них получается лучше. И из-за этого, из-за импульсивности, также они начинают попадать в разные ситуации, в разные компании, которые могут быть склонны к тому, чтобы распространять наркотические вещества. И, в общем, чем хуже социальный статус такой компании, тем, естественно, выше вероятность того, что человек начнет что-то употреблять. И, естественно, часто, что дальше это все идет уже как обратная зависимость, и человек не доучивается в школе уже из-за своей собственной зависимости, не попадает в университет, не начинает работать, и, собственно, погружается полностью в это наркотическое сообщество. Теперь, собственно, про то, что с этим можно делать. Сразу встает вопрос о том, что мы должны лечить первоначально, потому что ряд ученых считает, что даже поставить диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности в случае, когда человек на постоянной основе принимает какие-то наркотические препараты или алкоголь, невозможно, что любые наркотики ухудшают когнитивные функции и формируют симптомы, напоминающие синдром дефицита внимания и гиперактивности. Более того, при злоупотреблении наркотическими препаратами, при злоупотреблении алкоголя часто формируются сопутствующие заболевания, такие как тревожные расстройства, депрессивные расстройства, которые тоже влияют на когнитивные функции и тоже формируют симптомы, напоминающие синдром дефицита внимания и гиперактивности. И что сначала требуется детоксикация, сначала требуется выход человека из этого замкнутого наркотического круга, и только следом мы можем выставлять диагноз и дальше начинать какое-то лечение. Я в целом с этой концепцией не очень согласен, потому что если мы достаточно подробно оценим состояние человека на данный момент, если мы узнаем у него или у его родственников, как развивалась его жизнь до начала приема наркотических препаратов, как он учился, как он занимался, как он развивался, то мы чаще всего можем, в принципе, предположить, был у этого человека синдром дефицита внимания и гиперактивности или не было, потому что это очень важная ситуация, в которой нам надо понять, что нам сначала лечить. И если мы выясняем, что у человека есть синдром дефицита внимания и гиперактивности, то в целом мы можем начать лечение, ну, если мы находимся в странах Евросоюза или США, то лечение стимулирующими препаратами. Если мы находимся в России или в каких-то других странах, в которых это запрещено, то, например, нестимулирующими препаратами, такими как атомоксетин, который тоже очень эффективный, на самом деле во многом вызывают меньше побочных эффектов, например, но они, правда, и не в таком количестве случаев могут помочь, но тем не менее. Так вот, назначаете препараты и параллельно, начиная заниматься с человеком психотерапией, в основном это когнитивно-поведенческая психотерапия, иногда детоксикацией, чаще всего нужно консультации психиатра-нарколога, консультации нарколога-психотерапевта. Вот если все это происходит вкупе, если человека направляют в реабилитационный центр, или если человека как-то амбулаторно лечат, если он ходит на встречи анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов, то в этом случае при комплексном лечении мы можем получить достаточно неплохой результат, и статистически это является значимым, и статистически мы не должны делать выбор в сторону одного какого-то состояния, начинать его лечить, а игнорировать второе. Лучше лечить все вместе. Но это, конечно, не всегда доступно. Более того, ведь очень важной частью лечения зависимости является работа с семьей человека, с его окружением, потому что очень часто именно окружение является ключевой фигурой в жизни человека с зависимостью, и ему сложно закончить употребление просто из-за того, что он находится вот в какой-то такой употребляющей или созависимой среде. Но, конечно, если говорить про мой личный клинический опыт, то чаще всего практически невозможно человеку отделить свой синдром дефицита внимания от употребления вещества. То есть человеку с зависимостью очень часто кажется, что, ну, курю я травку, ничего страшного, курю каждый день, но в целом она же мне помогает справиться с тревожностью, она мне улучшает аппетит, она мне улучшает сон. Я с ней чувствую себя более-менее нормально, а вот внимательность, ну, я в целом невнимательный. Но наш мозг так устроен, что мы не можем это отделить. И чаще всего я все-таки в клинической практике наблюдаю, что именно марихуана, именно алкоголь, именно стимуляторы являются первопричиной симптомов, связанных с синдромом дефицита внимания, и убрав употребление, мы увидим, что симптомов становится в два или больше раз меньше, что человек намного легче может обходиться со своей жизнью, когда он не употребляет. И поэтому из этого замкнутого круга стоит выходить. И если я хочу вам порекомендовать что-то касаемо вашего синдрома дефицита внимания, так это то, что первое, что вам нужно сделать, это отказаться от приема всех препаратов. Вам нужно стать трезвенниками. Вам нужно бросить алкоголь, бросить употреблять марихуану, бросить употреблять стимулирующие препараты. И только спустя некоторое, какое-то определенное время вы сможете понять реальный уровень ваших симптомов СДВГ. Если же вы хотя бы несколько раз в неделю или даже раз в неделю, ну, чаще всего это практически каждый день употребляете какое-то вещество, то, скорее всего, эти симптомы синдрома дефицита внимания во многом сформированы именно зависимостью. Обратите на это внимание, потому что лечение лечением, но очень важно обратить внимание на тот образ жизни, который вы ведете. Еще второй момент, конечно, которым вам, скорее всего, придется заняться по поводу классической когнитивно-поведенческой терапии, это медитации. Медитации — это очень доказательный на данный момент метод работы с синдромом дефицита внимания, но также это очень хорошо доказывающий свою эффективность метод работы с зависимостями с точки зрения сдерживания импульсов, с точки зрения направления своего внимания туда, куда вам это нужно. Это достаточно простые методики, которые вы выполняете каждый день, и наряду с трезвостью это может быть очень хорошим, эффективным способом. Если мы говорим про терапию, то я бы посоветовал, как я уже сказал, когнитивно-поведенческую терапию. Она имеет наибольшее количество доказательств. Обратите внимание на то, что специалист в идеале должен работать именно с зависимостями и именно с СДВГ, иметь какое-то образование по поводу этих состояний, проходить какие-то курсы и иметь какую-то клиническую практику относительно этих состояний, потому что работа с зависимостями, работа с СДВГ может достаточно сильно отличаться от работы с депрессивными или тревожными расстройствами. И это самое важное, чтобы ваш специалист в этом разбирался. Здесь недостаточно какого-то коучинга, недостаточно каких-то психопросветительных работ. Это полноценная психотерапия. Но и наряду с этим психообразование и тренинги, навыков, самопомощи тоже очень важны. С этим вы можете ознакомиться на куче разных сайтов, которые есть на тему СДВГ, посмотреть тренинг навыков. Они есть в открытом доступе, они есть в группах. Посмотреть, как лучше устроить среду свою для того, чтобы она была для вас максимально комфортна, потому что в любом случае и сами симптомы синдрома дефицита внимания, и симптомы влечения к наркотическим веществам будет гораздо легче преодолеть, если вы будете знать, как это сделать. Наверное, на этом мы будем заканчивать видео. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте. Подписаться, не подписаться, решайте сами, потому что скоро, я думаю, я сниму отдельную небольшую такую лекцию по поводу зависимости от смартфонов, зависимости от лайков, от подписок как раз. И если вам это интересно, напишите в комментариях. Но если какие-то у вас есть вопросы касаемо сегодняшней темы, то обязательно пишите, я постараюсь на них ответить. До новых встреч! С вами был доктор Сычев. Пока!